Вот и завершился один из самых масштабных туров круглогодичной спартакеды коллектива физической культуры Мозорска НПЗ «Минифутбол», который, как всегда, подарил болельщикам захватывающий сюжет, интересные игры, интригу до самого последнего соревновательного дня, или, если быть точным, вечера, которым уже были известны обладатели мест от 16 к 5, 11 цех, цех номер 14, каталитическое производство бензина, 12-й цех, цех номер 10, нефтехимическое производство, 18-й цех, заводы управления, трамвайное управление, производство и переработки тяжелых нитяных остатков, участок охраны и топливно-каталитическое производство. Что до финала четырех, то напомним, что в первых матчах сильнейших мини-футбольных дружин предприятия ПАИС с девятым цехом сыграли МЧУ 3-3, пятый цех обыграл ремонтно-механическое производство 9-3. Вторые игры принесли следующие результаты. ПАИС РМП 10-0, пятый и девятый цех ничья 2-2. Таким образом, перед последним туром три команды претендовали на перененство, но для этого девятому цеху нужно было обыгрывать РМП, что подопечно Александра Владимировича Чуба, пусть и не без труда, сделали 6-2. И если бы в матче ПАИС пятый цех была зафиксирована ничья 0-0 или 1-1, девятый цех становился победителем при других исходах второе или третье место. Победа или ничья от 2-2 выводила на первую строчку производство автоматизации и связи. Для пятого цеха ничья, начиная от счета 3-3, давала второе место, победа первое. И, конечно же, к ней стремилась эта дружина, но поначалу гол Владимира Колоцея на шестой минуте упоручил позиции действующего чемпиона. А уж когда Станислав Риузский удвоил преимущество ПАИС на 13-й минуте, показалось, что дело сделано. Но тут же Никита Никиточкин сокращает разницу в счете. Уже после перерыва он же сравнивает счет на 8-й минуте второго тайма, который здесь длился четверть часа. А уж после гола Александра Чайки вперед вышел пятый цех, упрочившийся у лидерства после третьего гола Никиточкина с 10-метровой дабл-пенальти. После чего ПАИС был вынужден рисковать, выпустив вместо вратаря полевого игрока. Этим воспользовался их соперник Николай Загвоздин. Дело и счет 5-2 уже под зановой встречи случился автогул от пятого цеха, который и взял верх со счетом 5-3. Это футбол всегда кто-то сразу забивает, уступает. Я не считаю, что мы заслуживали сразу счета 0-2. Может быть, нас тоже моменты были забить, могли мы повезти сразу. Поэтому ничего не вломили, просто играли свою игру и добились результата положительного. Имена чемпионов Николай Загвоздин, Андрей Пескун, Никита Никиточкин, Александр Чайка, Илья Криводубский, его тезка Яковлев, Александр Воробей, Леонид Лавренчук. Сильнейший мини-футбольный коллектив Мозорского НПЗ. Победили за счет того, что очень сильно хотели. У нас получается уже, это принципиальный соперник. Мы, наверное, лет 7 все пытаемся выиграть, у них никак не получается. Все время вторые, вторые, вторые. И тут вот как бы в равной игре, можно сказать, вырвали победу. Конечно, стоит отметить физурга 5-го цеха Владимира Михайловича Безняка. А также, ну если быть точнее, в первую очередь, начальника подразделения нашего флагмана нефтепроводящей промышленности Сергея Алексеевича Трунина. Конечно, до конца верили, несмотря на то, что уступали 0-2 по игре. Видели, что достойны победы, не меньше, чем наш соперник. Ну а справедливо в футболе, как и в любом виде спорта, побеждает сильнейший. Сегодня где-то удача улыбнулась. Ребята проявили свое мастерство, силу воли, характер. Не уступили практически ни в одном единоборстве. И поэтому удача нам улыбнулась. Второе место занял цех номер 9, для которого серебряные медали – безусловный успех. Ну это, конечно, успех для нашего цеха. Мы в третий раз выходим в финальную пульку и как-никак не могли выше продвинуться. А за счет чего? За счет самоотдачи у игроков, за счет желания большого. Поэтому мы победили, ну заняли второе место. Юрий Николаевич был одним из наставников 9-го цеха, который вел к победе и Александр Владимирович Чуб. Лидеры вице-чемпионов. Олег Дубовец, Виталий Моисеенко, Семен Колыбенко. Лучшие футболисты – производство автоматизации связи команды, занявшие третье место под началом играющего тренера Андрея Владимировича Турчина, Владимир Колосеев, Станислав Риузский, Алексей Мусичев, Сергей Качини. Четвертое место у ремонтно-механического производства. И хочется отметить, что это первенство стало одним из ярчайших весенних спортивных событий столицы Полисия. Ну да, это так и есть, потому что в первую очередь это то, благодаря тому, что у нас есть детские школы. И каждый год, когда получается, у нас появляются новые игроки, естественно, меняется стиль, меняются лидеры. И то, что пятый как бы и всегда боролся за призовые места, но стал первым, я считаю, заслуженно. Также понравились игры с пятого по восьмое место, достойные игры были. Ну, чемпионат получился, самое главное, чтобы было без травм. Все верно, как настоящий руководитель Александр Владимирович заботится о здоровье своих подопечных из коллектива физической культуры. Одного из лучших предприятий нашей страны и в плане развития мини-футбола Мозорского НПЗ.